ВОЛЬФЕНШТАЙН ЗЕ НЬЮ ОРДЕР Помните фрау Ирен Энгель из Вольфенштайн Зе Нью Ордер? Тогда вы наверняка в курсе, что предатель белой расы Вильям Бласковец обеспечил даме челюстно-лицевую катастрофу, зверски убил ее возлюбленного и вдобавок поломал любимые вундерваффе. Но Ирен, как истинная Рейка, вскоре вернулась в строй и меньше чем за полгода завоевала для родимого Рейха очередной рассадник Унтерменшей – звездно-полосатые Соединенные Штаты. Обитатели обратной стороны Баррика тоже не робкого десятка. Радистка Аня воюет в первых рядах, невзирая на пятый месяц беременности. Умственно отсталый гигант Макс Хосс презрел былые пацифистские убеждения и осваивает основы огневой подготовки. А вот и сам Бласковец. Хотя в первой части ему довелось понаблюдать за атомным взрывом из самого эпицентра, он не поджарился и даже не ослеп. Однако радиация все же порушила геройский организм. Отказала почка, пострадала нервная система, отнялись ноги, словом, стал наш Бласковец инвалидом. Но на дворе война, разлеживаться некогда. Пробудившись от очередной комы, Билли взгромоздится на удачно подвернувшуюся инвалидную коляску и поедет косить фашистов. С этого момента и начинается демо-версия, которую нам довелось опробовать. Надо сказать, колясочный геймплей от привычного отличается в основном перспективой. Да, Билли больше не может подниматься по лестницам, но на уровне хватает лифтов и конвейерных лент и прочей машинерии, позволяющей забраться повыше. А в бою об ограниченных возможностях подопечного и подавно забываешь. Одной рукой Бласковец бодро крутит колеса, другой палит по фашистам. Коляска может развернуться хоть на пятачке, не застревает в неровностях пола и остывающих трупах, а при случае и в ближнем бою пригодится. Для опрожженного борца с нацизмом нет ничего приятнее, чем впечатать очередную арийскую физиономию в стальной подлокотник. Даже стелс и тот доступен человеку с ограниченной героеспособностью. Не будет большим спойлером сказать, что в коляске Билли пробудет недолго. Собранный с использованием секретных технологий экзоскелет вернет по трепанному телу Бласковица полный функционал и позволит косить фашистов с былой удалью. Причем в The New Colossus появилась возможность апгрейдить оружие, например, превратить пистолет-пулемет в некий аналог гвоздемета. Снаряды будут лететь значительно медленнее, но и урона нанесут больше. На месте и появившаяся в The New Order система перков. По мере истребления представителей высшей расы, Билли начнет стрелять чуть точнее, перезаряжаться чуть быстрее и наносить чуть больше урона попаданиями в голову. Что касается остального геймплея, то он практически не изменился. Бласковец по-прежнему верен заветам классических шутеров. К укрытиям не прилипает, здоровье до максимума за 5 секунд не регенерирует, с удовольствием берет в каждую лапу по пушке, а при случае не гнушается и сверхтяжелым оружием. Даже старые проблемы стелса, которым игра предлагает заняться при наличии поблизости нацистских офицеров, перекочевали в The New Colossus в неизменном виде. Пока Билли снимает фашистов аккуратными хедшотами, все хорошо. Но стоит допустить погрешность, например, попасть первой пулей в тело и только второй в голову, как о нашем присутствии узнает вся карта. Впрочем, подкрепления здесь не бесконечные, а патронов в достатке. Так что о стелсе даже можно забыть и просто молоть фашистов, пока они не кончатся. В общем, The New Colossus – самое что ни на есть прямое продолжение The New Order. Тот же геймплей, тот же накал дозированного безумия в сюжете, тот же привкус Тарантиновщины. Всем, кто успел соскучиться по похождениям Бласковица, сиквел однозначно придется к Эдвару.